Где и как можно применить искусственный интеллект на Чукотке, обсудили участники дизайн-сессии. В Анадоре прошло совместное мероприятие правительства округа и Сбербанка. Стороны предлагали проекты с использованием современных технологий, которые сделают жизнь на Чукотке комфортнее. Мозговой штурм устроили представители окружных департаментов, предприятий и ведомств. Вместе искали идеи и представляли друг другу проекты, которые помогли бы привлечь на службу современные технологии и сделать жизнь на Крайнем Севере комфортнее. На Чукотке прошла дизайн-сессия по искусственному интеллекту. Совместный проект Сбербанка и правительства округа. Цель на самом деле была смотреть, как искусственный интеллект именно в нашем регионе может помогать. Не выбрать готовые решения, бесспорно они существуют, а выработать свои, чтобы учитывалась наша региональная специфика, мнение наших жителей. В рамках сессии команда экспертов обсудили аспекты применения технологии искусственного интеллекта в государственном управлении, образовании, здравоохранении, транспортной логистике и сфере безопасности. Предлагали идеи разработки умного дома для старшего поколения, создание цифрового двойника города, онлайн-платформы для обучения национальным языкам, машинному переводу и даже созданию новых текстов на Чукотском. Медики предлагали разработать проект электронного доктора для самодиагностики. А представители Сбера знакомили участников сессии со своими наработками. От развлекательных гаджетов до новинок в индустрии здоровья. Например, вот такие медицинские программно-аппаратные комплексы должны появиться в отдаленных поселках и оленеводческих бригадах. В набор входят телекардиограф, пульсоксиметры, термометры, тонометры, измерители глюкозы, холестерина и анализаторы мочи. А в ноутбуке содержатся программы, которые позволят быстро проанализировать данные, причем даже в отсутствии интернета. Система позволяет при жалобах пациента, при указании этих жалоб в определенных полях, помогать медицинскому работнику поставить предварительный диагноз. Данное оборудование используется у нас, наверное, уже в более чем 72 регионах Российской Федерации. То есть, если говорить о Дальнем Востоке, это, конечно, Приморье, это Сахалин, Хабаровск. Стороны обсудили конкретные предложения для цифровой трансформации региона и подписали протокол дизайн-сессии между правительством округа и публичным акционерным обществом Сбербанк России. У правительства Чукотского автономного округа огромный опыт в решении задач, которые стоят, а у нас есть свои технологии и наш подход к решению вопросов. Поэтому мы объединились, обсудили те вопросы, которые беспокоят сейчас жителей, те вопросы, которые важны с точки зрения госуправления и наметили такой большой план совместной работы на будущее. Все это берем в работу, мы все это будем изучать, у этого будет продолжение, потому что мы изучим все эти вопросы, мы потом сделаем отдельную стратегическую сессию у себя и к каждому вопросу выработаем прикладное решение. И со Сбербанком в том числе посмотрим, каким образом мы можем взаимодействовать для того, чтобы продвигать эти решения. Губернатор Чукотки также отметил, что все идеи, прозвучавшие на дизайн-сессии, прикладные, а формат такой работы позволяет вести открытое обсуждение важнейших вопросов по внедрению технологий искусственного интеллекта, которые могут не только ускорить и упростить многие процессы, но и повысить их качество. Вероника Токмачева, Александр Кузьминов, Вести, Чукотка. Субтитры создавал DimaTorzok